26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. В Твери, в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» прошло мероприятие, приуроченное к праздничной дате. Губернатор Игорь Руденя наградил руководителей предприятий, внесших значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья. Тему продолжит наш корреспондент. Прошлый год преподнес предпринимателям немало сюрпризов. Санкции и уход иностранных компаний с рынка поставили перед бизнес-сообществом непростую задачу. Предприниматели отмечают, что в текущих реалиях непросто сохранять темпы производства, рынки сбыта, а также работников. Однако при поддержке государства предприятия не только остаются на плаву, но и наращивают производство. Один из таких примеров – кофейный бренд «Поэти». Нам удалось все сохранить. Это самое главное. Это экспертиза, это наши сотрудники, это наши рецептуры. Наладить цепочку поставок, заново сделать все IT-системы, подготовить завод к запуску. И в прошлом году, уже в сентябре, наша новинка, наш новый бренд вышел в свет с федеральной дистрибуцией по России. И с гордостью отмечу, что сейчас мы уже чуть меньше года проработав, мы уже занимаем более 4% доли рынка. Еще одно новое предприятие, появившееся в Верхневолжье за последний год – компания «Тверской кирпич». Запуск производственного комплекса и выпуск керамической продукции после периода длительной консервации завода состоялся в августе прошлого года. Мы не только запустили завод, а мы его восстановили, модернизировали. Модернизация была необходима для того, чтобы он выпускал новые продукты. У нас новая линейка. То есть задача наращивать выпуск продукции, становиться лучше, ориентироваться на лучшие образцы. Как и на территории России, так и смотреть дальше, то есть на то, что делают наши коллеги и конкуренты уже вообще во всем мире. В сфере машиностроения Тверской области тоже есть чем гордиться. В Твери работает предприятие, где изготавливают токарное и фрезерное оборудование с программным управлением различной сложности разных типов размеров и модификаций. Сегодня предприятие – это 18 тысяч квадратных метров, это 220 работающих человек. Это оборот более 1 миллиарда, это 30 станков в месяц выпускается, то есть больше, чем один станок в рабочий день. Сегодня особый спрос на пятикоординатные станки. Это высокотехнологичная продукция. По итогам прошлого года экономика Верхневолжья продемонстрировала свою устойчивость. А за первый квартал 2023 года показала уверенные темпы роста. За это время значительно увеличился объем отгружаемых товаров, вырос валовый региональный продукт, повысилась инвестиционная привлекательность. Я хотел бы поблагодарить вас за ваши усилия, за вашу работу, самое главное за ваше отношение к родной стране, к работе, к нашей родной территории. И важно, что стремление сделать нашу Тверскую область сильнее, потому что каждое предприятие развивает себя, развивает область, развивает нашу страну. И, соответственно, это делает нас более сильными, более устойчивыми на фоне мировых вызовов. За значительный вклад в развитие экономики региона благодарственные письма губернатора Тверской области вручили пяти руководителям предприятий Верхневолжья. Станка, наш комплекс, город Ленинград. Поддержку малому и среднему предпринимательству в Тверской области оказывает региональный фонд содействия предпринимательству, который работает в структуре регионального центра «Мой бизнес». В прошлом году компаниям предоставлено 449 льготных займов, что на 112 больше, чем в 2021 году. По финансовой поддержке в прошлом году фондом содействия предпринимательству было выдано более 1 миллиарда займов. Это был рекорд в деятельности фонда, и мы увидели потребность со стороны субъектов на данный вид поддержки. Если говорить о текущих цифрах, то на текущую дату мы уже предоставили более 290 миллионов займов и обеспечили более 900 миллионов суммы кредита. Сегодня в Тверской области реализуется и планируется к реализации 80 инвестиционных проектов с общими инвестициями более 180 миллиардов рублей и порядка 24 тысячами создаваемых рабочих мест.